всем привет меня зовут Алла и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такого короба сшила из остатковой обрезков джинсов также покажу как построить выкройку абсолютно любого размера долго тянуть не буду приступаем если короб должен вмещаться в какое-то пространство как у меня в полку например вы берете обычную линейку измеряете глубину у меня это 25 сантиметров далее я измеряю ширину 19 с половиной и желаемую высоту у меня это ровно 15 но я буду делать чуть меньше возьму 14 с половиной вот так выглядит выкройка моего короба у меня глубина 25 ширина 19 с половиной и высота 14 с половиной если вы не делаете заготовку стёганую к этому коробу значит просто выкраиваете по нужным размерам и приступайте к шитью так как я буду делать стёжку я буду брать полностью вот этот прямоугольник потому что при стёжке край может фолдить также стёжка дает усадку если вы делаете не стёганую и будете вырезать вот эти квадраты тогда делайте еще запас на припуск тут со всех сторон я же буду брать полный прямоугольник вот так и у меня размеры 48 с половиной на пятьдесят четыре сантиметра я подготовила основу по размеру она на несколько сантиметров больше с каждой стороны нежели мне нужно я лучше срежу лишнее нежели мне не хватит качестве основы можно использовать абсолютно любое полотно любую ткань желательно чтобы она была плотная у меня это остатки от производства с двух сторон тоненькая ткань между не синтепон так как это синтепон я перед началом работы обязательно его право утюживаю чтобы ушел объем осталось только плотность также мне не было цельного кусочка я его сшила и шов в разутюжку вы можете использовать какие-то старые ненужные вещи возможно полотенца просто неплотные махровые например в общем все что угодно также я подготовила от утюжила кусочки джинсовой ткани это все остатки обрезочки и также клей-карандаш клей-карандаш самый обычный не какой-то специальный можно использовать такой а можно взять просто клеевой флизелин и все лоскуты приклеить на него я сегодня буду работать с клеем 1 лоскуты я выкладываю просто по кругу ничего с ними не делая вот как они у меня есть ну конечно я приклеиваю на клей делается это очень просто много клея не использую вот так в нескольких местах просто для фиксации после шитья с клеем ничего не происходит никуда не проявляется все хорошо приклеиваю далее беру следующий лоскут приклеиваю ну то есть по кругу я сейчас сделаю и дальше покажу вот что у меня получилось теперь там где у меня нахлёст одной джинсовой ткани на другую я беру ножнички и просто вот так скругляю то есть я хочу осноровить каждый лоскуток в принципе это можно было сделать изначально и так я и буду делать покажу дальше но вот первый ряд я решила что я сначала выкладываю и потом вот так делаю то есть чтобы я не делала лишнюю работу вот тут мне не нужно тут перекроется да то есть только там где уже есть нахлёст ну вот так все доделываю дальше покажу вот что у меня получилось и теперь смотрите вот я беру лоскут например прикладываю вот вот так и скругляю там где он будет соприкасаться с другими лоскутами этого можно не делать но кто смотрит на канал тот знает мою любовь к переходам и именно плавным переходам поэтому я делаю так можете оставлять как есть ну это будет больше похоже на технику бора и у меня такое видео уже есть на канале так прикладываю все далее беру следующий лоскут прикладываю смотрю как он мне больше тут нравится и например закругляем вот так и приклеиваю тут ничего сложного я думаю что и так все понятно чтобы не сделать слишком длинные видео доделываю за кадром и дальше покажу вот что у меня получилось все лоскуты зафиксированы все прекрасно держится и сейчас я беру виниловую пленку это самая обычная скатерть для стола продается там же где и другие скатерти а в хозяйственных отделах либо на рынке накладываю и просто самой обычной прямой строчкой делаю линии сначала по вертикали затем по горизонтали либо наоборот нитки буду использовать швейные номер 40 вот такого синего цвета я прошила простегала вот что у меня получилось расстояние между строчками один сантиметр теперь из этого полотна я выкраиваю свою деталь не забывая о припусках на квадратиках вот что у меня получилось саму выкройку рисовала по изнанке затем по нарисованным линиям я сделала строчку и только затем вырезала для того чтобы основные строчки нашей стежки не распускать далее такую же деталь я вырезала из ткани это внутренняя мешковина нашего короба сейчас на мешковине и на основной детали я совмещаю уголочки лицом к лицу и прошиваю так прошивая все четыре уголка здесь и также на мешковине готово сейчас я иду к утюгу и вот так при пуске в разутюжку далее мешковину я выворачиваю на лицо совмещаю лицом к лицу совмещая уголочки также при пуску разутюжку скалываю и прошиваю на ширину лапки но не забываю оставить место для того чтобы вывернуть и оставлю его по длинной стороне вот тут вот я оставила место теперь выворачиваю чтобы легче вывернуть пленку я про утюживаю она на короткое время становится мягкой и в этот момент я выворачиваю если я не успела все вывернуть еще раз пропариваю и до конца выворачиваю вывернула теперь натягиваю ткань вот так все выравниваю сначала пальчиками затем там где утолщение я прохожусь паром с утюгом несколько раз ударяю киянкой чтобы здесь не так плотно было отверстие через которое выворачивала точно также вот тут все аккуратненько откладываю также подворачиваю и делают строчку от строчкой и закроется наше отверстие через которое мы выворачивали ну что же от строчку я сделала и работа моя полностью готова хочу сказать что шить можно из абсолютно любых материалов не обязательно использовать джинс также не обязательно использовать пленку просто пленка дает жесткость и помогает держать форму но это абсолютно не обязательно можно сделать также на поролоне либо же на плотном утеплителе и будет не хуже еще хотела бы сказать что для того чтобы форма именно сохранялась прямоугольная да я вот так беру уголочки полностью все и вот так молоточком вот это кияночка который я вам показывала полностью отбиваю простукиваю и тогда получается хорошая и отличная форма сейчас покажу как этот короб выглядит полочки но я его буду использовать ежедневно просто на столе для вещей которые всегда нужны под рукой а когда я буду убирать и мне она будет не нужна просто ее буду складывать в эту полочку с теми же вещами которые не будут находиться вот так моя коробочка вписалась в полочку и для тех кто не видел возможно влог на моем втором рукодельном канале я показывала полностью обзор мастерской до и после в общем кто пропустил кому интересно ссылочку я обязательно оставлю заходите и смотрите и вот так это выглядит поближе очень удобно все спрятано и при этом очень красиво на этом видео подходит концу если вам понравилось поставьте лайк напишите комментарий а также подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые ролики и видеть их первыми если остаются какие-то вопросы всегда можно написать при личное сообщение все свои контакты я оставлю в описании под этим видео на сегодня все всем пока пока и до новых встреч на моем канале